Это огромный Boeing 747 Jumbo Jet. Самый быстрый дозвуковой авиалайнер в мире. Все самолёты стареют. Пришло время отправить на свалку и его. Давай, выключай всё, я закрываю клапаны. Все 6 миллионов деталей. Это далеко не всё. И 66 тонн высокопрочного алюминия. Начинка должна по максимуму использоваться в повторном производстве и принести 6 миллионов 800 тысяч долларов. Они впервые разбирают Boeing 747. Чтобы точно выполнить задание, придётся проделать титаническую работу. Рабочие будут рисковать жизнью, двигая куски величиной с автомобиль под палящим солнцем. Только чтобы их сломать. Мегаслом Boeing 747 Этот Boeing 747 совершает последний полёт. Он ветеран воздушных трасс и должен отправиться на отдых. Пришло время последней посадки. За последние 24 года самолёт налетал расстояние, которым можно опоясать землю 1200 раз. Теперь же он опустился на пустынную взлётную полосу в городе Гудьяр в Аризоне. Здесь расположена компания «Аэротурбайн», занятая всем связанным с самолётами. Что ж, давайте посмотрим. Роджер Ходжес – инженер по техническому обслуживанию. Обычно он чинит самолёты. Но не в нашем случае. Благодаря одной веской причине. По частям он стоит больше, чем целиком. Ремонтировать этот Boeing бесполезно. Он слишком стар, и его содержание чересчур дорого. Однако Роджер не просто хочет превратить его в кучу мусора, а аккуратно разобрать на детали. Как и автомобили, и всё остальное он не может служить вечно. Однако и моторы, и многие части корпуса всё ещё подлежат восстановлению. 30% конструкции этого Boeing послужат в новых самолётах. Части корабля взаимозаменяемы. Ведь конструкция Boeing не сильно изменилась со времён первого коммерческого рейса в 70-м году. Тогда самолёт строили 4 месяца несколько сотен людей. Теперь же десяток механиков постараются разобрать его всего за 12 недель. Дерек Пфайфер — один из них. Он руководит работой снизу. Подберёмся туда с храповыми механизмами, торцевым ключом и снимем их. Лайл Боумбрейк отвечает за поселившихся в самолёте змей. Матерь Божья! А Пит Фулкнер старается от них увернуться. Ну и ну! Боже мой! Все они по праву считаются специалистами, но вот беда. Никто из них раньше не разбирал самолёт такой величины. Это их первый. Boeing 747 — самый большой из тех, с которым мы сталкивались. Так, готовы? Несомненно, это самая трудная работа. Он просто огромный. Мы не хотим повредить детали, мы не хотим пострадать. Вся их работа будет учебной практикой. Механикам придётся буквально следовать инструкциям, применявшимся при постройке самолёта более 20 лет назад. Гигантская конструкция. Всё раза в 4-5 тяжелее, чем мы привыкли. Без оборудования и специальной оснастки с таким весом не справятся. Операция пройдёт в 4 этапа. Сначала рабочим придётся аккуратно снять моторы. С четырьмя реактивными двигателями слоновьего размера нужно обращаться, как со скорлупкой. Во-вторых, необходимо извлечь и описать все годные на продажу детали. От трубопроводов до кофеварок. 65, браво! Все они смогут послужить на других самолётах. В-третьих, придётся извлечь опасные вещества, например, обеднённый уран, и отправить его в безопасное место. Также рабочие выбразят всё не имеющее ценности. Это и протёртая обивка кресел, и изоляция. И, наконец, им нужно смять оставшийся металл, чтобы его переплавили в алюминиевые слитки, из которых будут изготовлены новые вещи. Электроника, скобины, изделия и даже мебель. Задача — отправить на переработку 98% конструкции, утилизировав детали и лом стоимостью около 6 миллионов 800 тысяч долларов. Команда приступает к отделению самой большой и ценной части — четырёх двигателей весом 5,4 тонн каждый. Цена двигателя может равняться 5 миллионам. Даже подержанные моторы вроде этих, если правильно их снять, могут принести по полтора миллиона долларов. Двигатели конкретно этого самолёта проданы ещё до его прибытия. Конечно, с них мы и начнём. На них большой спрос. Новый двигатель хочет, чтобы двигатели заработали без промедления. Постараемся успеть. Не в ущерб общей безопасности, конечно. Команда следит за временем. Под каждым крылом находятся по два двигателя. Именно эти мышцы приводят в движение такого монстра. Благодаря ним Боинг-747 в полёте развивает скорость до 900 км в час. Начинает кручивать болт. Чтобы их снять, механикам придётся отсоединить по существу две системы. Ладно, спускайся. На низких высотах, где воздух плотнее, 38 лопастей вентилятора первого контура заставляют работать турбовентиляторный двигатель. Однако на большой высоте воздух разряжен, и вентиляторы не справляются. В работу вступает компрессор. Он засасывает внутрь воздух и сжимает его, как воздух, накачиваемый в шины. Сжатый воздух смешивается с горючим. Смесь воспламеняется, и полученная тяга движет самолёт. Механики должны отсоединить обе рабочие системы в каждом двигателе и опустить их как одно целое, при этом быстро не забывая о новом владельце. Они отрезают 16 электрических кабелей, отсоединяют три гидравлических линии. Сообщение принято. Блокируют топлепровод и откручивают 375 креплений. Одно неточное движение, и рабочий может погибнуть. Механик Дин Клеппер знает об этом лучше всех. Работа очень опасная. Движение самолёта может сбить вас с ног. При запуске двигатель может затянуть, отбросить струёй. Это очень опасная работа. Брат Дина тоже был авиамехаником. В 2003 году Рико Клеппера придавил двигатель, сорвавшийся с вилки подъёмника. Они полностью отсоединили мотор и увозили его с помощью вильчатого подъёмника. Трос зацепился, двигатель натянул его. Потом качнулся на подъёмнике и прижал брата к самолёту. У него разорвалось сердце и лёгкое. Он умер прямо. Прямо на месте. Дин держит фотографию Рико на изнанке пропуска. Это молчаливое напоминание каждому о необходимой осторожности. Чтобы подготовить двигатель к демонтажу, трём механикам требуется около четырёх часов. Подожди, чуть-чуть ослабь. Для фиксации первого двигателя они цепляют лебёдку. Ховард, я потяну слегка вниз. Готов? Стой! Падение двигателя весом почти в 5,5 тонн может привести к катастрофе. Ослабь немного. А снять нужно целых четыре. Сто тысяч ударов в день. Три миллиарда ударов за всю жизнь. Насос, на который мы не обращаем внимания. Пока он не начинает подводить. Мы следуем причины и последствия сердечной дисфункции в передаче «Секреты нашего сердца» на канале National Geographic. Чтобы удачно опустить двигатели «Боинга» на землю, понадобятся слаженные усилия. Ховард, я опускаю немного, хорошо? 44, почти как надо. Воздух и заборник каждого двигателя почти 3 метра в диаметре. Моторы, которые ещё можно использовать, весят больше 5 тонн. Почти 6-тонный механизм окажется в лафетах, созданных специально для того, чтобы ни рабочие, ни моторы не пострадали. Нам нужно, чтобы цепи разматывались синхронно, иначе двигатель качнётся и прижмёт нас, когда начнём опускать. Наконец, механики снимают первый мотор. Спуск всех четырёх займёт целую неделю, но это того стоит. Вместе моторы принесут целых 6 миллионов долларов. На этом работа не заканчивается. Чтобы извлечь наибольшую прибыль, рабочим нужно отыскать ещё 800 тысяч в виде запасных частей. На очереди новое приоритетное задание с точки зрения безопасности и финансовой выгоды. В каждом крыле «Боинга» расположены два основных и резервной топливной баки. Каждое крыло содержит до 64 тысяч литров горючего. В центральном баке под салоном находится столько же. Баки прилетевшего самолёта заполнены на 20%. Топливо нужно слить прямо сейчас, чтобы они успели высохнуть. Если баки не будут опорожнены, во время разборки фюзеляжа может произойти взрыв. откачивать будет совсем непросто. Доступ к горючей жидкости находится на высоте 9 метров. Стивен Коллинз — специалист по сливу топлива. Мы отправляем топливо всех поступивших самолётов для повторного использования. Однако это первый «Боинг-747», с которым столкнулся Стивен. И существует одна проблема. Дэйн, ты на месте? Он не может заставить горючее течь. Горючее здесь не идёт. Он согласовывает свои действия с Дэйном Циммерманом, сидящим в кабине. Давай, выключай всё, я закрываю клапаны. Во всём виновата предохранительная защёлка на баке. Для такого самолёта это редкость. Но справиться с ней легко. Выкачано всё топливо. Стоимостью 30 тысяч долларов. До сих пор самолёт работал от автономных источников энергии. Теперь же электричество нужно отключить, чтобы безопасно извлечь электронику. Это важный шаг в процессе превращения самолёта в кучу мусора. Так, с топливом покончено, вырубаем электричество. Пора браться за инструменты и доставать эти приборы. Отсутствие электричества означает, что команде придётся работать в замкнутом пространстве без доступа свежего воздуха. Дэйн должен извлечь больше ста приборов из кабины пилота. Они очень хрупкие и должны быть убраны как можно раньше, чтобы уменьшить риск случайного повреждения. Температура растёт с каждой минуты его пребывания в кабине. Уже в 22-й раз за лето столбик термометра преодолел отметку в 43 градуса. Обычно самолёты разбирают в ангаре, но этот великан не пройдёт ни через какие ворота. Норма жарких дней в «Феликсе» превышена в два раза. Самолёт вынужден стоять на воздухе, а рабочий трудится на жаре. Снаружи механики приступают к постепенному развинчиванию и расчленению «Боинга». Вскоре занятие напоминает разбор пылающей печи. Разбирая самолёт на улице, мы почти обезвожены. Чтобы победить солнце, команда собирается в 5 утра, но и столь ранний час не спасает. Термометр уже показывает 37, а будет ещё жарче. Металл греется на невыносимой жаре так, что до него невозможно дотронуться и опасно работать. Настоящий труд только начинается. «Боинг-747» жарится под аризонским солнцем. Кабина превратилась в духовку. Дэйн Циммерман обливается потом, извлекая начинку кабины старого самолёта. Его работа — важная часть утилизации корабля. Большинство, если не все эти приборы, будут переналажены и проданы. Они заработают на новых «Боингах-747» и других самолётах. На вторичном рынке за них можно выручить около 75 тысяч. Приборы кабины находятся в уникальном для самолётов месте на втором этаже. «Боинг-747» — единственный двухэтажный пассажирский самолёт. Этот самолёт вмещает 175 кубометров груза или, оснащённый креслами, 452 пассажира. В 70-х «Боинг» вывел рекламу этого просторного салона на новую высоту. Гарлемские путешественники покажут вам, что такое «Боинг-747». Итак, добро пожаловать на борт самого большого и комфортабельного самолёта, где не нужно ограничивать свободу движения, а места хватает и для головы, и для ног, и для локтей. Самолёт со вторым этажом завладел мыслями публики. «Веселитесь до упаду!» Здесь есть салон для пассажиров первого класса, помогает людям встречаться. И, конечно, кабина — самая высокая из тех, где приходилось работать механику Дэйну Циммерману. Добраться до приборов кабины ничего не стоит. Они играют роль глаз и ушей самолёта. Однако извлечь мозг самолёта гораздо труднее. Он находится под кабиной, спрятанной в комнатке один на четыре метра позади носа, сразу же под первым этажом. Это отсек электронного оборудования. Здесь находится вся авионика. Из этого маленького помещения управляются топливная система, органы управления полётом и приборы связи. Дэйн — специалист по этой части. Почти любой из этих ящиков следит за полётом от начала до конца. Пилоты считают, что всем управляют они, но в действительности вот эти ящики. труднее всего спустить их отсюда вниз, ведь они такие тяжёлые. Обычно эту работу выполняют двое, иногда трое, в зависимости от длины ваших рук. При надлежащем уходе эти приборы послужат ещё не один день. Ящики отправят на осмотр, и их можно будет использовать в других самолётах. Это далеко не всё. цена всех ящиков из отсека электронного оборудования — 100 тысяч долларов. Осталось два электронных прибора — бортовой самописец и речевой самописец в кабине экипажа, или чёрные ящики. Эти ящики собирают данные о полёте и записывают голос пилота для расследования любых происшествий. Они находятся над пассажирским салоном в хвосте самолёта. Инженеры полагают, что этот отдел с наибольшей вероятностью выдержит крупную аварию. К удивлению, так называемые чёрные ящики вовсе не чёрные. Вот они, знаменитые чёрные ящички. Как видите, они покрашены в оранжевый цвет. Смешно, правда? Дело в том, что так их можно будет найти в случае крушения. Их название связано с общим обозначением авиационной радиоэлектроники. Все остальные ящики чёрного цвета. После извлечения двух последних ящиков работа Дэйна внутри самолёта закончена. Однако изъятие запчастей всего лишь часть трудоёмкого процесса. Учёт извлечённых деталей немыслимое предприятие. Кроме того, на вторичную переработку пойдёт 8 километров трубопровода, 275 километров проводов и 3 миллиона крепёжных изделий. всё это находится главным образом здесь, в брюхе великана. Люки ведут в 4 отсека размером с фургон каждый, заполненный трубами и проводами. Труд механика можно сравнить с потрошением огромной птицы, причём следить нужно за каждым пёрышком. Это отсек аэрокондиционирования. С него мы в частности и начнём. Когда закончим, здесь будет пусто. Пит Фолкнер один из пяти механиков, работающих полные 12 недель. Это очень долгий процесс. Чтобы извлечь из старого самолёта максимальную выгоду, подержанные детали нужно забрать и правильно описать. Однако поиски номера детали могут оказаться столь же непростыми, как извлечения. Все эти части, проводка, обшивка и тому подобное могут быть изношены. Работать с ними трудно. Обычно они довольно потрёпаны. Ага, вот он. Заводской номер. 65B 94200. Затем рабочие записывают каждый номер на этикетке. На каждую вынутую деталь заводится ярлык изъятия. Пишем регистрационный номер, номер обслуживания, класс деталей в перечне и чаще всего номер деталей в серии. Затем цепляем этикетку и относим в ту клетку. Так её можно добавить к общей статистике. Обычно мы прикрепляем от 500 до 1000 этикеток. В этом случае больше из-за размеров самолёта. помеченные детали отправляются к инспектору по самолётам Джону Листеру. Джон подтверждает тип всех извлечённых деталей. Это доходное дело. Почти любая деталь самолёта может быть восстановлена и послужить на новом. И сложная электроника, и трубы, приборы управления полётом и гидравлика. Даже самые обыденные приспособления имеют цену. На полках есть такие предметы. Думаешь, ну, кому они нужны? Однако тот факт, что они с самолёта добавляют им стоимости. Вот сняли кофеварку. Она точно знавала лучшие времена. Они оставят её на полке с новой этикеткой, ведь кофеварки ломаются очень часто. А хуже ничего нет. Бортпроводники ненавидят, когда их кофеварки и духовки не работают. За кофеварку Джона могут отдать до 2000 долларов. Спрос на детали, часто выходящие из строя, высок. Одна из таких ценных частей — нос самолёта. На конце носа находится обтекатель антенны. Он изготовлен специально, чтобы защитить метеорологический локатор самолёта. Антенна, стоящая внутри, сообщает метеоданные пилотом. Обтекатель должен выдерживать порывы ветра скоростью до 800 км в час, что быстрее всякого урагана. Подержанный обтекатель в рабочем состоянии — незаменимая часть любого самолёта. Однако, чтобы добраться до клюва этой птицы, механики должны преодолеть новую высоту — уровень трёхэтажного дома. любую часть Боинга можно снять только при помощи лифта или какого-то подъёмника. Нос должен крепко сидеть на месте. Отвинчивать болты, держащие конус — занятие трудное и утомительное. Для того, чтобы открыть этот громоздкий колпак, нужен ещё подъёмник и третий рабочий. Падение с такой высоты может быть смертельным, поэтому все привязаны. Там и на привязи, но положение всё равно неустойчивое. Всё там движется. Иногда кажется, будто что-то падает, тогда начинаешь нервничать. Многие этого не выносят, не переносят высоту. Я и сам не в восторге. Рабочие вскрывают нос, где прячется метеолокатор самолёта стоимостью 5000 долларов. Антенну отправляют на склад. А рабочие возвращаются, чтобы заняться сложнейшим этапом работы с носом. Они снимают сам обтекатель. Его диаметр около двух метров, а вес 90 килограммов. Чтобы снять его, нужно действовать сообща. Вместе они благополучно опускают его на землю. этот конус могут купить за 15 тысяч долларов. Механики, разбирающие самолёт, уже успели заняться пластической хирургией живота и лица самолёта и провели операцию на его мозге. Сотни килограммов отправились на склад и труд окупился. Обратно на рынок поступили детали стоимостью примерно 6,5 миллионов долларов. Рабочие впервые занимались Boeing 747. Теперь им предстоит столкнуться с тяжёлым весом. Каждое крыло Boeing представляет собой массивную конструкцию весом 20 тысяч килограммов. На поверхности одного уместятся 22 средних автомобиля. Эти крылья пережили свой последний полёт. А вот устройства управляющие за крылками силовые приводы всё ещё имеют ценность. По два основных привода находятся в каждом крыле. Ещё четыре управляют стабилизаторами и два каждой из рулевых поверхностей. Каждый весит до 90 килограммов. Это одни из самых крупных деталей которые нужно снять. Рискованная и опасная работа будет проделана на высоте третьего этажа. Наши механики никогда до этого не сталкивались с приводами такого размера. Рабочие располагаются сверху и снизу стабилизатора. Чтобы добраться до привода сначала нужно поднять за крылок. Трудность в том, что он весит 250 килограммов. Команда бьется вытаскивая привод наружу но он не шевелится. Вилли помоги мне подержать вот здесь. Подержишь минуту? Да. Кому-то нужно поднимать за крылок пока идет борьба. Кронштейны в хвосте не дает приводу пройти. Рабочим приходится как-то их обходить стараясь не повредить привод. Ты в порядке? Давай немного передохнем. механики занимают более удобное положение. Готовы? Снова поднимаем максимально вверх. Вот так. Продолжай, продолжай. Попробуй немного его приподнять. И ведут сражение уже на коленях. и очередное препятствие. На Лайла попал враг любого механика. Гидравлическая жидкость окатила гидравлической жидкостью. Гидравлическая жидкость течет по артериям самолета. Это токсичное маслянистое вещество горит и может на время слепить. Скоро начнет жечь и не прекратит пока не смоешь. Если она попадет в глаза эффект как от перцового баллончика. Перетерпеть Женя за работой невозможно. Пойду помажу лицо касторкой. Уже начало жечь. Лайл вынужден временно оставить товарищей. Касторовое масло нейтрализует ожог. и работа возобновляется. Еще пять сантиметров и вытащим. Мне понадобится помощь. Надавив на закрылок в последний раз, они наконец-то извлекают 90-килограммовый привод. Будь осторожней. Отлично, Ховард, подними немного. Хорошо, Ховард. Рад, что это закончилось. Изнурительный труд послужит уроком для работы со следующим приводом и остальными восьмию. На оставшиеся уйдет вдвое меньше силы времени. Каждый большой привод стоит от пяти до десяти тысяч долларов. За десять извлеченных заплатят где-то восемьдесят тысяч. однако для достижения цели не хватает ста тысяч. А слом уже близится к завершению. Будущая судьба Боинга разворачивается у всех на виду. Напротив, куча металлолома превращают лайнер Макдоналл 80. Из него извлекли все годные части, а оставшимся займется Хулио Эстраде из фирмы по переработке металла Аламеда Металлс. Гильотинный пресс Хулио сжимает силой в 90 тысяч килограммов. Я люблю свою работу. Просто ломать и резать самолеты на части. Чтобы превратить такой самолет в гору металла, потребуется два дня. Однако, несмотря на размеры, МД-80 всего лишь закуска по сравнению с Боингом. И хотя останки самолета выглядят как мусор, они получат шанс ожить вновь. Водители увозят металл в Чикаго в компанию Allied Metal, где его переплавят. Трудность заключается в отделении алюминия от остального лома. Весь металл проходит вращающийся мощный магнит. Менее активный алюминий летит вниз, а железо остается на барабане, а затем падает в свой контейнер. Отсюда его забирают на отдельную переплавку, а очищенный алюминий идет в печь. Внутри газовые горелки разогревают металл до 500 градусов Цельсия. За 4 минуты очередные 450 килограммов лома образуют жидкую ванну. Рабочие отливают жидкий металл в 550 килограммовых форм или 10-килограммовые чушки. Из Боинга 747 компании Аэротурбайн выйдет 5-6 тысяч таких брусков. Плюс прибыль 30 тысяч долларов. Добывая ценные детали самолета механики побывали внутри, снаружи и на большой высоте. Теперь впервые они заглянут вниз. Из крыльев и чрева самолета выходят 5 механизмов шасси. Их нужно снять. Вопрос как? Самолет должен стоять, сохраняя равновесие. Но без стольких частей баланс уже нарушен. Роджер находит выход. Он решает отрезать хвост. По его мнению, это уравновесит центр тяжести. Ножницы Хулио способны пробить 5-сантиметровую сталь одним ударом. Механические челюсти открываются так широко, что разрывают полметра за укус. Хулио делает надрез по всему охвату хвоста. И он падает на землю. Самолет уравновешивают с помощью двух видов домкратов. Металлических позже их утилизируют и одноразовых подпорах, сложенных из деревянных железнодорожных шпал. Балки забивают кувалдой как можно плотнее. Однако некоторые из них подгнили или не так крепкие, как хотелось бы. никто никто не знает, насколько удачно они будут держать огромную массу Боинга 747. Нужно убедиться, что все стоит ровно. Люфтов быть не должно. Если есть неровность, все начнет ломаться, ломаться, ломаться и свалится вниз. Опоры крепко стоят на местах, и механики спокойно принимаются снимать шасси. вывернуть огромные болты непросто. На них приходится вес самолета, так что рабочие поднимают и раскачивают шасси сверху, снизу и с боков до тех пор, пока на болты ничего не давит. Только теперь их удается снять. работа выматывает. Но через два дня шасси исчезают. Стоимость всех проданных комплектов составит 50 тысяч долларов. Фюзеляж держится лишь на домкратах. Теперь внутрь заходит Хулио и двое его товарищей. Хвоста нет, и они могут выбрасывать всевозможные утиль через одну большую дверь. Мы все сортируем провода, изоляцию, алюминий. Во время появления в 68 году пассажирский салон Боинга 747 был вдвое больше, чем у всех самолетов. его ширина 6 метров, а вместимость 850 кубометров. Расстояние первого полета братьев Рай 1903 года вполне умещается в салоне экономического класса. Извлекая внутренности, рабочие даже снимут 452 кресла и отложат металл для переплавки. Кажется, останки фюзеляжа готовы пойти на лом. Но не будем торопиться. В хвосте прячутся серьезные угрозы безопасности. Нужно его отвезти. Невероятно тяжелые противовесы, сделанные из обедненного урана. В полете они отвечают за устойчивость судна, но если их аккуратно не извлечь, могут стать радиоактивными. Нужно, чтобы вокруг было достаточно пространства. Уран безопасен, пока не режешь и не подвергаешь его действию температуры. От этого он станет радиоактивным. Инспектор безопасности и экологической медицины Энн Мари Стилсон отправит обедненный уран к квалифицированному специалисту. Правильно избавляться от него именно так. Это полезно для окружающей среды, а не просто бросают с кучей лома. Если его расплавить, если бы так случилось, могли бы возникнуть проблемы, он бы стал источником радиоизлучения. Другая угроза может все еще скрываться в огромных топливных баках. В них помещается 190 тысяч литров, и прежде чем начнется слом, нужно избавиться от всех остатков горючего и газа. Убедиться в их пустоте наверняка можно одним способом. Залезть внутрь. протиснуться удается с трудом. Однако внутри размер баков Боинга поражает. Эти емкости гораздо просторнее, чем те, с которыми сталкивались до сих пор рабочие. в центральном баке можно стоять. Рост механика Лайла 188 сантиметров, и он спокойно ходит внутри. Я проверяю бак нашим детектором, смотрю за уровнем кислорода и углекислого газа. Когда позже Хулио начнет крушить этот бак, обязательно посыпятся искры. Остатки топлива и пары могут спровоцировать взрыв. Но после тщательной проверки все сухо, топлива нет. Лайл дает добро. Останки воздушного судна могут быть смяты. Наступает торжественный финал с элементом риска. механикам нужно по очереди убрать металлические домкраты. Вскоре под самолетом останутся лишь деревянные опоры, но возможно они выдержат всего несколько секунд. Я опущу домкраты и очень быстро их вытащу. То есть я просто выпущу воздух и побегу, потому что не знаю, упадет он или еще что произойдет. Побежал. Постепенно лишаясь опоры, самолет может рухнуть в любую секунду. Что бы ни случилось, зрелище будет что надо. Каждый вынутый домкрат лишает Боинг устойчивости. Это весьма сложная процедура и невероятно опасная. Давай, давай, побежали! Опускаясь на самодельные опоры, металлическая обшивка старого самолета морщится. Но Боинг не падает. шпалы стонут, скрипят и крошатся. Но дерево держит. Рабочие, последние 12 недель разбиравшие и отправлявшие самолет в утиль, могут отойти и посмотреть с безопасного расстояния. Удивительно. Я не думал, что подпорки так долго продержатся. Они оказались крепче, чем мы думали. однако, чтобы рабочие могли приступить к следующей фазе, он должен упасть. Поэтому за дело берется Хулио Эстрада и его мощная гидравлическая клешня. Наконец-то. Нож Хулио вгрызается в Боинг подобно голодному хищнику. Процесс поломки может казаться беспорядочным, но и разрушение имеет метод. Он искусный мастер. Я смотрю на него и вижу свою задачу. На то я и специалист. когда самолет падает на землю, Хулио становится главным. Ему необходим весь металл и еще кое-что. Он выбивает все стекла. взрезает фюзеляж вдоль. Вдоль и снимает верхушку, как на вареном яйце. вареном яйце. Потрошаево-щипово. Он движется из центра, сортируя металл на отдельные горы алюминия, стали, проводов и меди. Механики, 12 недель занимавшиеся разбором Боинга 747, смотрят, как его останки превращают в лом. Понимаете, обычно я их чиню, но разорять тоже было приятно. Хороший самолет, жаль, что отслужил свое. Все самолеты разные, у них свой характер, как у машин. Бывали в этой индустрии самолеты, с которыми я работал и хотел посмотреть, как их сломают вот так. Курио справляется с работой за 8 дней. В 4 раза медленнее, чем в случае обычного самолета. Когда-то громадный самолет превратился в кучу мусора 6 на 6 метров. Этот лом стоит 30 тысяч долларов. В итоге утилизированные части собрали 6 миллионов 800 тысяч долларов. Неплохо для старого самолета. владельцы получили чек на приличную сумму. Команда механиков впервые столкнулась со столь сложной задачей — утилизацией Боинга 747. Демонтированные ими двигатели уже служат другому самолету. Тысячи деталей, больших и малых, скоро вернутся в работу. Металл идет на переплавку. Отходы и вредные материалы увезли, и никто не пострадал. Наш Боинг 747 покинул строй в возрасте 24 лет. И тем не менее, эти механики доказали, что при надлежащей утилизации старый самолет не умрет никогда. его части будут подниматься в небо еще долгие годы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова